Ее продала мать, и она стала содержанкой. Герои пьесы «Дни нашей жизни» спустя век возвращаются на сцену. Когда-то барнаульцы увидели эту постановку в самом первом сезоне драм-театра. И вот вновь у нас в гостях режиссер спектакля Дмитрий Огородников. К нам он приехал из Перми. Здравствуйте. Здравствуйте. Для наших зрителей о чем пьеса? События пьесы, скажем, оригинальные, развивались сто лет назад. Это пьеса о влюбленности двух молодых людей, Коли и Оли, между которыми происходят различные перипетии. У Оли есть мать, они обедневшие, они все живут, скажем, в гостиничных, мебелированных номерах, если так правильнее сказать. Ну и вот, и постепенно мы узнаем, что Оля при всей своей любви к Оле, она содержанка, потому что мать уже давно ее продала. Но это если очень вкратце. Прочитав пьесу, у меня сложилось впечатление, что Оля это до ужаса скромная девушка, тем более ее каждый персонаж так назвал, и она безумно боится свою мать. Придя к вам на репетицию, я увидела высокомерного такого человека, даже чуточку жестокого. Я неправильно считала образ. На этой пьесе мы делали инсценировку, то есть я делал инсценировку, она была несколько сокращена, туда были добавлены куски из других его произведений, в частности из пьесы «Океан». И что касается образа, во-первых, эта история связана с воспоминаниями, с воспоминаниями главной героини о своем прошлом. То есть вы просто были на куске, где это уже внутри, поэтому вот. А вообще это связано с воспоминаниями, поэтому ее некая жесткость и такая, скажем, надменность, которую вы считали, она как раз связана с тем, что она идет это через уже то, как она взрослая. То есть главной героиней она не играет маленькую девочку. Это есть момент воспоминания о том, какая я была юная, скажем так. Получается, в основе вашей уже пьесы «Любовь», «Трагедия» или «Конфликт отцов и детей»? Ну, это… Тут не могу сказать, что «Конфликт отцов и детей» все-таки… Но ведь мать ее же продала. Я не могу сказать, что он настолько здесь стоит остро. Все-таки конфликт отцов и детей – это конфликт поколений, конфликт разных взглядов на мир, в котором мы живем. Здесь нельзя сказать, что у них как бы здесь и автор не задает, да и мы не задаем, что у них какие-то разные взгляды на мир. У них есть непонимание с миром у обеих. Ну, конечно, здесь трагедия любви, трагедия вселенского непонимания, одиночества. Пьеса – это 20 век, а постановка – это какое время? Постановка – это скорее вне временная история. То есть я не относил ее конкретно к 20 веку или конкретно к сегодняшнему дню, или, скажем, к 50-м годам 20 века, где тоже. Это все-таки больше такая вне временная история. Мы, когда уже после эскиза летнего, когда я сюда приезжал вот сейчас, мы с художницей, которая работала над костюмами, над частью, то есть мы прорабатывали, мы отталкивались от фотографий, от черно-белых фотографий Хельмута Ньютона. Это немецкий фотограф, такой очень сильно изменивший взгляд на фотографию 20 века. И часть образов, часть этой некой фотоэстетики, вот мы передавали как раз в спектакле. Ну, то есть я повторюсь, это тоже как часть такого вне временной, запечатленной. То есть история запечатлена, как на фотографии, но она становится как бы немножко уже вне временной. Поэтому вот. Как выбирали постановку и как оказались на Алтае? Ведь вы же из Перми. Да, я сейчас приехал из Перми, где я в основном их ставлю. И где-то, наверное, в феврале, если я не путаю, может быть, ну это вот еще того года, или в январе, театральный деятель, критик Александр Александрович Вислов, как я уже понимаю, его позвали провести лабораторию. И он позвал режиссеров. Вот одним из этих режиссеров был я. Это была лаборатория по пьесам, которые открывали первый сезон Алтайского театра драмы имени Шкушна. Есть ли новые веяния по вашей постановке? То есть девушка становится более яркой за счет, например, того же самого феминизма? Да, да, она становится, конечно, она становится яркой. И за счет фотографий Хельмута Ньютона, вот я про который начал, мы вытаскивали вот этот образ женщины. У него, поскольку всегда был образ женщины, как, опять же, общество потребления, на продажу, на выданье какое-то абсолютное, где тело берет верх над внутренним состоянием. И вот за счет, но при этом женщина имеет большую власть над мужчиной, над обществом, потому что общество этого хочет, общество это поощряет. И за счет этой одновременно продажи женщина получает вот эту некую власть над этим обществом, потому что общество этого постоянно требует все больше и больше. И здесь, как мне кажется, идет такой вот странный сегмент, где с одной стороны чудовищная абсолютная ситуация, где мы понимаем, что это продажа живого человека, и есть некое желание это увидеть. Я сейчас говорю и про фильмы, и про фотографии, где вот это постоянные каблуки, там, не знаю, корсеты, яркий макияж и прочее, прочее, прочее. Сексуализация. Да, абсолютная сексуализация, где все на продажу, все на, как это сказать, на показ. На показ, на показ, что и при этом все, так как общество это ест, то в этом плане человек, который является носителем этого, а в первую очередь женщина является носителем этого, ну потому что так сложилось как-то исторически, то, конечно, она получает в своем роде тоже определенную власть. И ужас от этого, от того, что она как бы изначально по своему рождению так получается, что его вот как бы засовывают в эти определенные рамки. Но есть те, кто от этого получают некую вот эту власть, это ощущение, потому что если вы хотите этого от меня, ну я могу этого дать, если вы это попросите. Получается, таких девушек масса сегодня. Да. И выхода сами найти не могут, а общество им никак не помогает. И вы, получается, строите проблему в этом. Ну и в этом, да, да. Что взрослые люди могли бы помочь таким маленьким девочкам. На самом деле, да, здесь, да, и проблема-то еще в том, что мы не знаем, как из этого, то есть даже если коллегиально мы соберемся, мы не до конца знаем, найдем ли мы на это ответ. Нет, ну вот я не знаю, там, может быть, кто-то посмотрит и скажет, а я знаю, как это найти ответ. Не знаю. Я сейчас пытаюсь просто рассуждать. Я благодарю вас за интервью. Спасибо. Получилось прекрасно. И хочу вас поздравить с тем, что билеты практически распроданы. И это уже маленькая часть успеха от всего большого. Спасибо. Спасибо огромное. А я напомню, в гостях у нас был режиссер Дмитрий Огородников, который вновь поставил в драмтеатре пьесу «Дни нашей жизни».